Вот надо дать ему, и это дело же нашей группы. Мы не дадим. Татьяна Михайловна молодость, и сколько там пробегала в этом стадионе. Получила, и она кандидат в мастера фото, да? Да. Но это не важно, это когда-то было. А еще в другом? Кавказа была. Сергей Нович. Сергей Нович. Я могу сказать, что такое? Ну, Сергей Нович, я даже запишу. Вы приходите, да не будете записывать. Дело вот в чем, что вот смотрите. У меня там с стадионом находится мой уход. В шестнадцатом году были забиты в бюджет, и забиты в бюджет четырех крыш, три крыши не сделаны. И на семнадцатый год, на сегодняшний день, мне дали информацию, что они тоже не будут сделаны. То есть, вот когда мы в конце года обсуждали вот этот главный вопрос, что восемьдесят миллионов, которые остались хорошо или плохо, вот на сегодняшний день я могу сказать, а у меня не было выполнено на 70 процентов работ, я могу четко сказать. Ну, а причина? Потому что их не собираются делать, дороги собираются, они же видны, а что касается крыш, не собираются делать. Из тех работ, которые я забила по своему рядом находящимся со стадионом округу на семнадцатый год, мне выделено ну вообще ничего. И скажите, пожалуйста, у меня какой-то потапа поднимется рука голосовать за вот эти одиннадцать миллионов на стадион, если я понимаю, что никакие работы абсолютно по моему округу, даже в том случае, если бюджет на голову, течет вода, вот я на него. Вы хотите, чтобы вам ответить? На стадионе занимается только мальчишек, футболом, десять тысяч человек. Ну вот положите на весы, десять тысяч мальчишек, у которых вся жизнь впереди. Вы видите, он как больного мальчика, который живет на пятом этаже, и ему на крышу течет вода, на голову течет вода. Послушайте, надо заниматься, надо заниматься крышей, я же не говорю ничего. Но мы говорим о чем, что у вас здесь есть личное видение ситуации отдельного депутата, а здесь десять тысяч пацанов, которые каждый день приходят и певают по грунту. Ну, в двадцать первом в мире я могу показать журналистам полностью расклад по стадиону, кто хочет. У нас в Николаеве больше занимается футболом. Мы ходили футболом, мы ходили футболом. Послушайте, вы же как ходите? Вы ходите из-за угла, а вы ходите по прямой, приходите по фронту, и мы будем с вами говорить. А вы приходите из-за угла, и вы спрашиваете непонятно у кого, непонятно какую-то информацию. Я вам скажу больше того, всем журналистам в городе инфраструктуры спортивной 30 гектаров. Стадион из них составляет 17,6%. 64% инфраструктуры всей города Николаева составляет один стадион. На стадионе занимается больше 65% спортсменов, всего всех мальчишек, девчонок и всех занимающих спортом, занимаются на стадионе. Понимаете как? Не просто то, что там Кантово пёрся в стадион и всем, так скажем, на голову ставят. Стадион – это центр спортивный города, области. Единственный. И ему нужно выделять внимание, уделять внимание и выводить его за скобки политических разного рода, так скажем, сиюминутных интересов. Стадион, сказки, больницы. Вот это всё, что люди каждый день, это надо вывести. А вот там где-то грядку просыпать. Ну вот давайте соревноваться там, кто лучше просыпает, наш край или там самопомничные. Какой политики должен быть вообще, вокруг объектов с умунитарной сферой? Я уже не говорю о том, что мы говорим. Я прихожу на комиссию и вы мне постоянно почему-то отпихаете в лицо там какие-то моменты, которые вообще не описываются в здравом смысле. Здесь уважение какое-то. Нет, при всём уважении я вам говорю, что у меня вот чисто мой человеческий прагматизм на сегодняшний день не позволяет мне голосовать за это. А здравый смысл ваш должен вам, у вас продаваться? Видимо, у меня нет здравого смысла. Это не я ни слова. Ну ладно, комиссия разбежалась. Комиссия не разбежалась, все вещи на месте. Их можно называть, если вы хотите покупать и старые покрытия слов.